Так вы и есть нацист. Вы не страну Россию оскорбляете, а всех русских. Ребята, я хочу вам объяснить. Я никогда не оскорбляю народы. Я никогда не скажу, что какой-то народ является плохим. Это исключено. Нет плохих народов. В каждом народе есть свои прекрасные люди, свои уроды, свои подонки. В российском народе количество негодяев и подонков сегодня зашкаливает. Потому что то, что творит фашистская Россия по отношению к моей стране, и то, как к этому относятся граждане России, преимущественно с одобрением, заставляет меня говорить о том, что в кинетике российского народа произошел какой-то сбой. на подобие сбоя, который произошел с немцами во время Второй мировой войны. Потому что культурнейшая нация, нация Шиллера, Гёте, Бетховена и так далее, Ницше, она, Фрейда, она превратилась в нацию убийц. Миллионы, 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 десятки миллионов людей были убиты. Причем эти люди делали это со стервенением, влекомые, ведомые идеи национал-шовинизма и так далее. Я, кстати, о чём задумался, я сегодня до 4 утра смотрел фильм, который рекомендую посмотреть всем. А порекомендовал это Савик Шустер в программе у Олеси Бацман. Фильм называется «Бункер». Это фильм 2004 года, не путайте с другими фильмами. Именно фильм немецкий 2004 года о последних днях Гитлера в бункере. Я вам скажу, что этот фильм надо не только каждому из вас посмотреть. Это очень интересный фильм, художественный. Его надо Путину и его окружению посмотреть. Это о них фильм на самом деле, а не о Гитлере. Поэтому плохих народов нет. Никогда я не скажу, что русские плохие. Не ждите от меня этого. Я говорю о тенденциях, которые есть в российском обществе. Я говорю о том, как ведёт себя Россия по отношению к Украине. Я называю эту страну фашистской. Нам прислали на дрон 100 долларов НАТО НАТО. Дмитрий, возьмите интервью у мариупольского пастора Геннадия Махненко, человека и героя, бывшая харьковчанка. Я запишу сейчас себе это. НАТО, спасибо вам за донат. Поэтому я называю страну Россия фашистской. Я называю Путина фашистом, главным фашистом. Я называю режим фашистским. Потому что то, что они творят, это фашизм в действии. И надо об этом говорить. И я об этом говорю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!